В улице Социалистичная, Минавитосюль, у Ужитковичих распочались масштабные работы по доброупорадкованию. Ремонт дороги створил певные проблемы для руху транспорта, а ли уже просто не какие-то дни улица станет отповедать своему призначению, быть с оправдой головной магистральной артерией. Хоть только социалистичной работы не обмежевались, сегодня у Ужитковичих будовники и дорожники працуют усюда, негде кладут тротуарную плитку, негде приводить у парадок жилые домы. Благоустройство дворовых территорий, ремонт фасадов жилых домов, это текущий ремонт порядка 67 домов, капитальный ремонт охватывает порядка 90 домов. Для поравнания, звычайно, колькость домов, где проводится капитальный ремонт, у городе, прикладно, у четыре раза меньше. Хоть у парадок проводить не только жиле, другая жилковская средняя школа была взведена у 1959 годе. Зараз это самый старый цагильный будинок сирот научных установ района. Его закрыли по причине аварийного стану, а ли вы решили заховать. На место будут вернуты, сделанные маль 6-10 годов тому, ляпные упрогоживания. Капитальный ремонт повинен завершиться до конца года. Мы ожидаем к началу нового календарного года, это январь, наверное, вводу эксплуатацию корпуса номер один, где расположены 10 кабинетов. Здесь гардеробная, здесь находится актовый зал, столовая, поэтому он очень нужен для нас. Установку адвокации в программе «Добропорядку» не обогу ли особливое место. Ремонт проводится во всех трех школах города. Причем у первой, а причем фасадных работ, плясовку для занятков физкультурой заменили на спортивный городок с кутком юных инспекторов дорожного руху. В спортивный городок будет входить баскетбольная и волейбольная площадка, футбольное поле с беговыми дорожками и площадки с тренажерами. Сирот объекта в социальной сфере масштабной работы проводится так само на Житковском стадионе. По особенности, это будет совсем другой спортивный объект. Демонтировано все, от старых дровляных лавок до футбольного газона, основой которого был качественный чернозем. Теперь эту землю используется для добропорядки города, в том, веку центрального парка. Тут так само необходимо много чего сделать. Фонтан у Житковича мог бы стать визитной карткой города. По примеру, он, наверное, самый великий у Гомельской области. Но в этом его минус – реконструкция потребует вельми значительных сроков. Хоть не все работы проводятся выключено за бюджетные сроки, реконструкцией некоторых объектов занимаются ведомственные организации. На Житковском автовокзале, например, не только утеплили стены и подвели инженерные коммуникации, но и предугледили безбарьерное сироте для людей с обмежеванными махчимостями. Еще одна категория, по ожиданию, которую так само увлечили аматоры лазни, жадающих попариться шмат, але по причине аварийности Житковская лазня не працавала уже в амаль два годы. Правда, по часту капитального ремонту будынок, узведенный еще в 1956-м, частково стратить свои архитектурные особливости, зато и стане больше функциональным и рентабельным. Олег Сентяров, Валерий Капанько, Телерадо, компания «Гомель», Житкович.